Почему в жизни современного человека присутствует синдром хронической усталости и опустошенности? Ну, хочу сказать, что если ничего не делать, то не будет усталости. Если не будет напряжения и духовного, и душевного, и телесного, то не будет опустошенности. Но не то что опустошенности, а сильной усталости лучше. Сильная усталость и опустошенность, наверное, это разные вещи. Опустошенность – это состояние, которое граничит с унынием. Когда ты чувствуешь усталость, и ты недоволен, и ты не принимаешь ее, и тебе кажется, что не должно быть такого. Внутри как будто бы какая-то пустота. Я перестал чувствовать, как чувствовал раньше, перестал радоваться, как радовался раньше. И как же так? Почему это? Но все дело в том, что усталость, которая бывает от многих трудов, от напряжения жизни, нужно со смирением принимать. Тогда эта усталость не будет вызывать опустошенности. Она будет восприниматься совершенно естественно. Есть время, когда мы чувствуем себя в силах, и когда мы строим планы, когда мы делаем большие дела. А есть время, когда мы не можем этого делать. И надо разрешить себе быть усталым и немощным, в конце концов, на какое-то время. Помните, как сказано, что сила Божия в нем еще совершается, читаемая в Священном Писании. И усталость бывает разная. Бывает усталость злая, когда человек унывает и опустошается, как мы уже говорили. А бывает усталость богоприимная, смиренная, которая помогает человеку воспринять Божью благодать за смирение. Подобно как парус. Парус, ну что это такое? Это кусок материи. Но этот смиренный кусок материи, если он служит правильно, он надувается ветром, и огромный корабль плывет. Так и мы с вами. Если мы со смирением будем воспринимать усталость и нести ее, как последствия наших трудов, тогда постепенно эта усталость закончится, потому что Господь за смирение дает благодать. Бог гордым противится, а смирен дает благодать. Благодать Божия, она укрепит нас. Она укрепит нас духовно прежде всего, она укрепит нас душевно и даже телесно, и появится новый период, когда мы будем чувствовать себя в силах. И, конечно, когда мы устали или когда мы не устали, надо не останавливаться в нашем доброделании, в желании угодить Богу. Это всегда будет располагать нашу душу правильно по отношению к Богу. И тогда мы сможем принять Божию благодать, и не будем знать, что такое ныне. Читая послание апостола Павла, можно сказать так, что «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Продолжение следует...